МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире МТВ афиша выходного дня. И я, ее ведущая, Анна Полякова. В ближайшие несколько минут я расскажу вам, как интересно провести эти выходные, какие интересные мероприятия посетить, на что посмотреть и чем заняться. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вера в любовь – это то, что спасает человека в любой ситуации, в любую эпоху. И сомневаться в этом не приходится. Знаменитую историю о любви и исполнении мечты мюзикл «Алые паруса» в эту субботу покажет Волгоградский музыкальный театр. Сюжет, созданный Александром Грином около века назад, не теряет актуальности и в наше время. Знакомая всем история в спектакле представлена по-новому. Добавлены герои и сюжетные линии, но основная мысль остается неизменной – любовь творит чудеса. Главное – верить, как бы ни было трудно, и тогда появятся «Алые паруса». В современной жизни не так часто получается оторваться от работы, учебы, бытовых дел и просто уделить время своим близким. На этих выходных обязательно соберитесь всей семьей и сходите в кино на фильм «Волшебники». По сюжету школьник Артем обнаруживает таинственный коробок спичек, которые способны исполнять любые желания. Но эта находка – не случайность. Коробок мальчику подбросила загадочная волшебница. Дав волю фантазии, Артем решает все свои проблемы. Однако у всего есть своя цена. Добрый вечер! А что это значит? Посетить концерт с таким названием приглашает Волгоградская филармония. Мероприятие посвящено 95-летию со дня рождения великого Эльдара Рязанова. Кинорежиссер, сценарист, актер, драматург – этот список можно продолжать долго. Вы услышите музыку, написанную композиторами к прославленным фильмам народного артиста СССР. В исполнении коллектива и солистов филармонии прозвучат всеми любимый вальс из кинофильма «Берегись автомобиля», душевная песня «У природы нет плохой погоды», печальный романс «А напоследок я скажу» и другие хиты. Провести вечер субботы под звуки электронной импровизации вам предлагает Музей изобразительных искусств имени Машкова. Концерт состоится в рамках проекта «Музыка в музее». На вечере выступит мэтр экспериментальной сцены, один из самых известных отечественных исполнителей электронной музыки – Алексей Борисов. После концерта вы сможете пообщаться с исполнителем, музыкант ответит на все интересующие вопросы. А знали ли вы, что Волгоградскую область называют перекрестком цивилизации? Все дело в том, что наш регион находится на пограничье Европы и Азии. Именно здесь в древности разворачивались события, повлиявшие на всю мировую историю. Подробнее об этом вы сможете узнать на выставке «Археология. От каменного века до средневековья» в Краевеческом музее. Вы познакомитесь с памятниками археологии, которые занимают особое место в культурном наследии региона. В экспозиции представлено более тысячи экспонатов палеолита, раннего железного века, сарматской эпохи, средневековья и не только. Все они были найдены в результате археологических исследований на территории Волгоградской области. В это воскресенье в Царицынской опере прозвучат музыкальные произведения в популярном стиле прогрессивной классики. Артисты исполнят мировые рок-хиты в классической аранжировке, а классические произведения наоборот в рок-обработке. Интересно, как звучит легендарная пятая симфония Бетховена в стиле рок, а хиты Леди Гаги в классическом симфоническом исполнении? Обязательно сходите и поделитесь своими впечатлениями. В это воскресенье в Волгоградском планетарии вы сможете совершить путешествие вдоль электромагнитного спектра, чтобы своими глазами увидеть мир, наполненный невидимым излучением. В рамках научно-познавательной программы «Путеводные звезды» и «Разноцветная вселенная» вы изучите туманность, откроете для себя множество новых звезд и встретитесь с самыми мощными объектами во всем космосе. Вы узнаете об инфокрасном, ультрафиолетовом, рентгеновском и гамма-диапазонах, освоение которых стало прорывом в неизвестное. Жизнь бывших супругов. Что может быть интереснее? Тем более, если они живут в одном доме, да еще и с новыми спутниками жизни. Захватывающую историю о любви и семейных взаимоотношениях покажут в Волгоградском казачьем театре. Комедия поставлена в два состава актеров, в одном из которых роль бывших будут играть настоящие пары. Вы точно не должны это пропустить. Если эти выходные вы решили провести дома, то заходите на портал mtv.online. Там есть немало интересных проектов от нашей команды. На этих выходных рекомендую посмотреть новый выпуск программы «Шахматы. Всей семьей за одной игрой». Вместе с ведущей Лейлой Джумалеевой вы узнаете, что заставляет юных талантов часами рассуждать над шахматной доской, зачем шахматисту заниматься в тренажерном зале и как дойти до заветного титула «Гроссмейстер». На этом у меня все. Хороших вам выходных. И помните, вокруг вас происходит много интересного. На это нужно просто обратить внимание. Субтитры создавал DimaTorzok